Я представлюсь, меня зовут Александр Лосяков, я предприниматель, я родом из Нижегородской области, город Арзамас, сейчас здесь же и живу, нахожусь, я веду семейный бизнес, мы работаем вместе с супругой, с родителями, мы работаем с командой бизнес-модель 21 века, БМД 21. Мы ведем сетевой бизнес, мы занимаемся сетевым бизнесом, если кто-то не знает, и сегодня, друзья, моя задача рассказать вам, моя задача с вами поделиться, обсудить разницу между работой наймовой и бизнесом. Друзья, поставьте, пожалуйста, в чате циферку 2, кто когда-либо работал на наймовой работе, и единичку, кто еще никогда не работал нигде. Двоечки ставьте, те, кто у нас работали, и единички, те, кто никогда еще нигде не работал. Ага, мам, спасибо, ребят, раз, два, три, четыре, пять, шесть. А напишите, пожалуйста, друзья, сколько лет вы работали, сколько лет стажа у вас. Прям цифрами напишите, то есть 5 лет, 10 лет. Если я посчитаю, сколько у меня лет было стажа рабочего, 30 лет рабочего стажа. Мы сейчас с вами с этими цифрами будем работать. 30, 12, 8, 10, 6, 12, 0. 16 лет рабочего стажа, сумасы эти. 13, 12. 5 лет рабочего стажа, 3 года, 1 год, 12 лет. Ну что, дорогие, дорогие мои наймовые работники, я вас поздравляю. Почему говорю наймовые работники, друзья? Потому что за все то время, вот знаете как, есть фраза такая хорошая, да? Эту фразу придумал не я, я ее услышал от предпринимателя. Но я с этой фразой согласен, и эта фраза, собственно, имеет, ну скажем так, она имеет исключение, и вот, собственно, мы с вами являемся таким исключением. Если посчитать, то я с 2007 года работал по найму до 2012 года. То есть получается, 5 лет тоже у меня стаж наймового работы. Ну, наверное, даже больше, потому что подработки были какие-то. Вот, то есть у меня тоже есть опыт наймовой работы. Сейчас уже почти что 6 лет опыт бизнеса, друзья мои. Фраза, про которую я вам говорил, да, фраза звучит так. Человек, у которого есть опыт наймовой работы 10 лет и более, это человек, у кого в голове камень. Еще раз. Человек, у кого есть опыт наймовой работы более 10 лет, это человек, у кого в голове камень. И мы с вами, друзья, сейчас, особенно те, кто сейчас в нашей команде, либо те, кто для себя выбрали вообще сетевой бизнес, это те люди, которые являются исключением из вот этого правила. Потому что, почему эта фраза вообще появилась, что человек, у кого в голове камень? Ну, потому что после того, как 10 лет ты проработал где-то на кого-то, очень трудно потом начать меняться. Кто сейчас понимает, о чем я говорю? Другие, дайте обратную связь, пожалуйста, в чате. Кто согласен, может быть, ну, частично хотя бы согласен с тем, что я сейчас говорю. Есть такой, да? Отлично, отлично, друзья. Это неплохо и нехорошо. Так живет абсолютно весь мир, друзья мои, как в России, так и за рубежом, в Соединенных Штатах Америки, и в Европе, и в других развитых странах, и в неразвитых странах тоже. Есть люди, которые работают на наймовой работе, есть люди, которые занимаются своим бизнесом. Сетевой, не сетевой, не важно, друзья. Но наймовая работа, она наносит свой, ставит, скажем так, свой отпечаток на тех людей, которые на ней работают. Также, друзья мои, просто вот если посчитать, да, 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 мы сейчас к квадрантам перейдем с вами, если мы с вами посчитаем, друзья, просто сколько лет нам с вами в голову укладывают, день за днем, месяц за месяцем, год за годом, сколько лет нам с вами в голову укладывают информацию о том, что надо работать, когда ты работаешь, то для тебя будет все хорошо, за тебя несут ответственность, за тебя будут отвечать, тебе будут помогать, тебя будут поддерживать, когда ты работаешь на заводе, у работодателя, у тебя все хорошо. Если ты заболеешь, тебе оплатит больничный, если ты пойдешь в отпуск, тебя оплатят отпуск, если ты на работе будешь работать, тебе создадут рабочие условия. Просто давайте посчитаем, сколько лет, да, начиная с первого класса в школе, 10 лет как минимум в школе, и после этого, как минимум, друзья мои, 5 лет в институте. Вот сейчас вспомните, пожалуйста, либо задумайтесь, да, о том, вот реально, ребят, поставьте, пожалуйста, плюсик те, кто в школе, вот именно по этой программе обучался, кому 15 лет, 10 лет в школе, потом еще 5 лет в институте, либо там в техникуме, да, кому вот об этом рассказывали, кого обучали быть хорошим работником. Я могу спокойно плюсик поставить, потому что я тоже из этой категории, в школе этому меня же обучали, в институте меня этому же обучали, друзья мои. То есть вот смотрите, да, 15 лет нам с вами в голову укладывали, 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 ложечка за ложечкой, кирпичик за кирпичиком эту информацию. И я, друзья, не хочу никому сказать, что это плохо. Я не говорю, что это плохо. Это есть точка. Это не хорошо и не плохо. Видите на фотографии Морфеуса, который вам предлагает две таблетки. Таблетка красная и таблетка синяя. Вот тоже так же, друзья мои, сегодня я буду вам давать информацию о том, что такое работа наймовая, о том, что такое бизнес. Я хочу, чтобы вы знали, чтобы вы понимали все плюсы и минусы, все положительные и отрицательные стороны того, что для нас с вами предлагают, того, что у нас с вами есть, чтобы у каждого человека был выбор. Ты можешь выбрать красную таблетку, ты можешь выбрать синюю таблетку. И это будет только твой выбор. Но ты должен знать все. Ты должен владеть информацией. Тот, кто владеет информацией, владеет миром. Друзья, кто готов сейчас воспринимать эту информацию, кто готов для себя что-то полезное фиксировать, поставьте, пожалуйста, циферку 5 в чате, и мы с вами будем стартовать. Я надеюсь, подготовительную информацию я дал полезную, вводный, скажем так, инструктаж. Все отлично, отлично, плюсики пошли. Начнем мы с вами, друзья, с такого подхода, скажем так, то, что сейчас вы видите на слайде, это называется квадрант денежного потока. Квадрант денежного потока это информация, это теория, не знаю, как это назвать. В общем, это подытожил Роберт Киосаки. Это не государством дано, это одним серьезным предпринимателем эта информация выведена. Кто-то, может быть, читал, кто-то не читал. Но в природе существует, вообще в мире, среди людей, взрослых людей, которые занимаются какой-либо работой, деятельностью, существует 4 психотипа людей и 4 психологии зарабатывания денег. Почему о деньгах? Ну, потому что, друзья мои, мы начали с вами работу и бизнес, и любая работа, так же, как любой бизнес, делается для того, чтобы зарабатывать деньги. С деньгами, друзья мои, почему еще о деньгах говорю, да? Просто задумайтесь, если сейчас взять листок и на листок пополам его разделить, с одной стороны выписать все то, что сейчас вам нужно. То есть, оплатить кредиты, долги, дальше заплатить там за жилье, отдохнуть, купить машину, подарить подарки, в отпуск ездить, и так далее, и так далее. Все вот это расписать, а дальше с другой стороны написать, сколько это все стоит в деньгах. А потом снизу, друзья мои, просто к вашему ежемесячному доходу плюс 100 тысяч рублей. Добавить 100 тысяч рублей. Другие, сколько вот из этих пунктов решаться в ближайшие полгода-год? Вот как думаете? Дайте обратную связь в чате, пожалуйста. Вот сколько из этих пунктов в ближайшие полгода-год просто решаться сами собой благодаря деньгам? Ну, как вы думаете? Здесь мы с вами много, я думаю, вообще почти все, Ольга. Скорее всего, все, да. В ближайшие полгода-год вот все вот эти вот пункты, там сколько бы их ни было, они решатся. И поэтому, друзья, мы с вами сегодня будем говорить о работе, о бизнесе и о деньгах. Хорошо? О том, как деньги зарабатывать. Поехали. Четыре психологии зарабатывания деньги, четыре способа зарабатывания денег, может быть, да, четыре направления. Левый верхний – это работники, левый нижний – это предприниматели, правый – это бизнесмены, и правый верхний – бизнесмены, правый нижний – инвесторы. Соответственно, четыре психотипа людей работают вот в этих четырех сторонах квадранта. Начнем про первую. Про работники наймовые, да. Работа на кого-то, естественно, за деньги, друзья мои. Что мы здесь делаем? Мы отдаем деньги, отдаем время, усилия, деньги, здоровье за то, чтобы заработать деньги. Каким образом, вот вы можете спросить, каким образом мы отдаем деньги за то, чтобы зарабатывать деньги? Очень просто. Иногда для того, чтобы на высокооплачиваемую должность попасть, приходится давать взятки. приходится находить нужных людей для того, чтобы себя устроить, кого-то туда устроить, чтобы тебе в дальнейшем платили деньги. Время, усилия и здоровье, мы дальше об этом с вами будем говорить. Путь среднестатистического человека, который занимается получением денег, работая на наймомой работе, такой – детский сад, потом школа, институт, потом работа, потом пенсия, потом кладбище. Соответственно, друзья, когда мы где-то ведем работу, когда мы где-то работаем по найму, то для вас, для меня тоже так же, когда я работал, для всех тех, кто работал свои года, как вы мне писали в чате, для вас это была работа, а для тех, на кого вы работали, друзья мои, это был бизнес. Понимаете? То есть мы, работая по найму где-то на кого-то, мы являемся частью чьего-то бизнеса, друзья мои. И опять же, обратите внимание, я не говорю плохо, либо хорошо, просто вот это то, что есть. То есть мы здесь работаем, 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 в итоге, в итоге, к концу жизни мы от этого, от этого практически ничего не имеем. Что значит ничего не имеем? Вот если сейчас посмотреть вот эту схему, детсад, школа, институт, работа, потом пенсия, друзья, сколько из знакомых вам пенсионеров на пенсии сейчас имеют достаточно для того, чтобы позволить себе жить припеваючи, позволить себе жить так, как они хотят. Я не знаю ни одного, честно, вот реально вживую ни одного пенсионера, не знаю лично, пока еще, который мог бы себе позволить жить так, как он хочет. А это значит, это значит, что раньше он ничего не делал для того, чтобы сейчас он мог жить так, как хочет. Значит, вот та психология, с которой он подходил к своему зарабатыванию денег, сейчас уже не работает. И нам сейчас уже нужно задуматься о том, а что будет потом, а что мы будем иметь потом, друзья мои. Думая как работник наймовый, думая в первую очередь как наймовый работник, мы с вами далеко не уйдем, друзья мои. В будущем это нам может очень-очень поухнуться. Я очень много примеров знаю, я думаю, и вы точно так же огромное количество примеров, друзья, знаете, людей, которые всю жизнь отдали работе своей, всю жизнь этой работе отдали, а в итоге на пенсии они не имеют ничего, им приходится просто иногда еще больше работать, а иногда просто бедствовать. Вот это наймовая работа. Это факт. Это факт, друзья мои. Про хорошие стороны наймового работы какие можно сказать? Стабильно, да, дают, дают рабочее место, дают информацию, дают там одежду рабочую, да. Я вот вчера тоже заметил такой момент, что иногда люди ходят в той одежде, которую им дают на рабочем месте. И они этим гордятся. Либо этим гордятся, либо они просто лишние деньги не тратят на одежду. Ну тут я не знаю, чем гордиться. Мне не дают. Ну радуйся, если это Таня Калаженкова написала. Да, ну халат, наверное, есть у тебя все равно в медицине. Ну халат-то есть, Таня, либо сама покупаешь. Вадика даже, наверное, паяльник домой не дается работать. Сама. Вот видите, даже в работе по найму есть сейчас такая ситуация, что даже и рабочую одежду не дают. Самому приходится покупать. Наверное, даже на эти деньги не выделяется. Это что касается работы наймой. Следующий момент. Это предприниматели. Это работники на себя. У них, в принципе, у них в левой стороне квадранта они находятся, да. Помните? Сейчас вот еще раз вернусь. Левая сторона квадранта, правая сторона квадранта. В левой стороне бедные, в правой стороне богатые. Почему? Я чуть дальше объясню. Хорошо? Просто запомните. Левая сторона квадранта – это бедные, а правая сторона квадранта – это богатые. Предприниматели, работники на себя относятся также к бедной стороне квадранта. Почему? Потому что все сам. Сам съездил, сам купил, сам продал, сам посчитал, сам нанял, сам в долги встрял, сам придумал, сам потом разгрузился, сам потом с этим делаешь. И работая на себя 25 часов в сутки. Поставьте, пожалуйста, циферку 4, кто когда-либо занимался работой на себя, кто когда-либо, может быть, делал свой бизнес, да, свое предпринимательство, лоток на рынке, какой-то свой бизнес, свое дело. Поставьте четверочки, пожалуйста, в чате. Антоха, вот, отлично, отлично, друзья, спасибо большое. Вот видите, значит, у нас классно, у нас в команде есть предприниматели, родители у Оли, вот. Ну, вы, значит, вы знаете, да, кто никогда сам предпринимательством с вами не занимался, они, скорее всего, знают пример людей, которые все сами, все сами, везде сами, все на себе сами. Вот, соответственно, вы меня сейчас поймете, друзья мои, да, здесь 25 часов в сутки человек должен работать. Я всегда говорю 72 часа в сутки, работая за себя и за того парня. И почему левая сторона квадранта, друзья мои, называется бедные люди? Потому что в левой стороне квадранта люди работают за время. В правой стороне квадранта время работает за людей. В левой стороне люди работают за время, в правой стороне время работает за людей. Время очень дорогое, очень ценный ресурс. Это предпринимательство традиционное. Переходим к правой стороне квадранта. Крупный системный бизнес. Есть такое, да? Это организация работы команды, создание команды и сети. Вот смотрите, когда один человек у вас в команде работает в бизнесе, в традиционном, ну, в любом, у вас плюс 8 трудовых часов, 3 человека, 24 трудовых часа в сутки, плюсуется к тому, что вы уже имеете. 7 человек, 56, 15 человек, 120 трудовых часов. То есть чужое время работает на вас, если вы являетесь создателем бизнеса. Вы создаете для себя систему, которая дополнительно на вас работает. Систему, в которой чужое время работает на вас, друзья мои. И вы можете получать пассивный доход, то есть доход, в который вы не вкладываете свое время, в который вкладывают время другие люди. И здесь система работает на тебя. Поставьте плюсики, пожалуйста, если здесь понятно то, что я объяснил. Я очень кратко сейчас объясняю. У нас дальше с вами будет еще информация про бизнес, про работу и про предпринимательство. Ну и соответствие, четвертая сторона квадранта – это инвестиции. Это когда не вы работаете за деньги, а деньги работают на вас, деньги работают за деньги. Когда вы вложили деньги в предприятие какое-нибудь, и в итоге, в конце года, вы вложили миллион, а в конце года вам этот миллион принес еще 3 миллиона. Классно? Классно. Вот для этого нужно как минимум обладать опытом, знаниями и деньгами. Распределение, друзья мои, вот такое. Работников по найму ты работаешь на кого-то за деньги. Вот у них принцип такой. У предпринимателей ты работаешь на себя за деньги. У бизнеса система работает на тебя, приносит деньги, а у инвесторов деньги работают на тебя и приносят деньги, друзья. В левой стороне квадранта 95%, вот работники и предприниматели, да, работают 95% людей, населения в мире, и думают мозгами работников наймовых, и зарабатывают только 5% денег. В правой стороне квадранта, друзья, работает всего 5% населения Земли, но зарабатывают они 95% денег. Поэтому есть смысл решать для себя, выбирать для себя. Помните вначале, выбирай, к какой стороне хочешь принадлежать ты. Мы ведем бизнес. Мы делаем бизнес с системой бизнес-модель 21 века. Это крупный и системный бизнес, друзья мои. Это организация системы работы команды единомышленников, и здесь нужны вложения, друзья мои. Вложения, да, нужны всегда. Особенно, когда вы делаете бизнес. Очень часто, очень часто люди, которые приходят к нам в бизнес, задают вопрос, а нужны вложения? Нужны. Просто вложения, друзья мои, бывают разные. Мы сейчас тоже об этом будем с вами говорить. Ну и по поводу в огороде все бизнесмены. Друзья, предпринимательское мышление, его еще иногда называют мышление как в огороде. В огород, когда человек выходит, да, когда сажает что-то, когда вообще в огороде чем-то занимается, он мыслит как предприниматель. Он посадил весной семена, и потом он поливает, ухаживает, пропалывает, и урожаем собирает только осенью. Друзья, вот так работает бизнес. Сегодня ты вложился, сегодня ты вложился и работаешь над тем, чтобы твой бизнес приносил тебе результаты осенью. Просто ты посадил семян на 10 рублей, а урожай ты собрал на 1000 рублей. Вот тоже так же работает бизнес. Когда ты вложил в бизнес, я сейчас в кавычки беру, да, вложил в бизнес 10 рублей, а в итоге тебе эти 10 рублей десятилетиями отдаются десятками и тысячами рублей. Понятно? Годами и десятилетиями. Но для этого нужно вкладывать свое время. И первый критерий, по которому мы с вами будем сравнивать работу по найму, предпринимательство и бизнес БМД-21, это время. Если мы с вами возьмем работу по найму, да, сколько у человека отнимает наймовая работа? Наймовая работа у человека в сутки отнимает 19 часов. Что это значит? 8 часов работа, час обед, 2 часа дорога и 8 часов сон, для того, чтобы это все у вас работало. В итоге получается 19 из 24 часов. То есть примерно 5 часов остается на себя. Други, поставьте пятерочку, пожалуйста, кто с этим согласен. Кто не согласен, можете что-то писать, возражать. В итоге, друзья мои, из 60 лет, из 60 лет, 48 лет у человека занимает наймовая работа. То есть для того, чтобы просто, вот просто, да, работать, ничего от этого не получать. Да, мам, спасибо, бывает, меньше остается на себя. Вот для того, чтобы быть наймовым работником, быть, я сейчас не говорю даже о том, чтобы что-то получать. Примерно 48 лет, из 60 лет, которые человек может трудиться, он потратит на наймовую работу. Очень много времени на это уходит. Если мы с вами берем предпринимательство традиционное, да, работу на себя, когда вы сами на себя работаете, здесь вообще беда. Здесь нужно 25 часов в сутки трудиться. Почему? Потому что это то дело, о котором тебе нужно переживать постоянно. Это то, где ты и нанимаешь людей, и работаешь, и отвечаешь, и зарабатываешь, и, возможно, отдыхаешь, а может быть и нет. Ты постоянно, постоянно в деле, ты постоянно головой, как бы, чтобы не развалилось, как бы, чтобы лучше сделать и так далее, и так далее. Вот это 25 часов в сутки занимаем, друзья мои. Если мы с вами говорим про БМД-21, все зависит от тебя в плане бизнеса. Вот смотрите, сейчас время 9 вечера, я работаю, время полдесятого вечера, я с вами работаю, я с вами из своей спальни работаю и общаюсь. Сейчас вот работу я закончу в 10 часов вечера, я перейду в соседнюю комнату, там у меня супруга и дети. И там я буду домашними делами заниматься. Мы немножко с детьми побудем, поиграем, пообщаемся, ляжем спать. С утра я проснусь, завтра в 10 утра у меня начнется работа, обучение. С 10 до 3 у нас будет академия через интернет. То есть, по сути, от меня зависит, какую информацию я получу и как я сработаю. Также, друзья мои, моя работа, она вот здесь, в телефоне. То есть, я могу вести бизнес просто при помощи телефона. Доход в наймовой работе зависит от начальника, от того, на кого вы работаете. В предпринимательстве доход зависит от тебя и очень много от обстоятельств, потому что может много и не получить. А в БМД-21 все зависит от тебя. Это мы с вами сейчас про время поговорили. То есть, первый критерий, про который мы с вами поговорили, это время. Время требуется... Другие, я сейчас вам, скажем так, опять же, буду честно говорить. Вернусь к предыдущему слайду, друзья. В бизнесе БМД-21 время работает на тебя. Время работает на тебя. Но тебе нужно работать, нужно. Само по себе происходить ничего не будет, ребят. Нужно работать и каждый день отдавать это же время. Просто вы задумаетесь, что если вы на бизнес в БМД-21 каждый день будете отдавать 6-8 часов. Точно так же, как вы работаете по найму. 6-8 часов каждый день делать бизнес. Друзья мои, через год какой результат у вас будет? Я думаю, что через год доход не менее 100 тысяч рублей в месяц будет, это однозначно. Через год на наймовой работе, на которой вы работаете, каждый день отдаете 8 часов. Через год что у вас изменится, если вы будете по 8 часов работать? Ни фига. Вот это я имею в виду, когда говорю, что все зависит от тебя. В бизнесе БМД-21, если ты тратишь время в нужном направлении, все зависит от тебя. И у тебя здесь нету ничего не изменится. Андрей, где, в каком плане? Поясни, пожалуйста. Ты имеешь в виду наймую работу или бизнес? В плане бизнеса БМД-21 у тебя нету здесь конкурентов, нет проверяющих органов, нету внешних обстоятельств, которые могут на тебя как-то сильно повлиять. Все зависит от тебя. Спасибо большое, Андрей, за уточнение. В работе по найму ничего не изменится. У многих людей десятилетиями ничего не меняется. Следующий момент – это интеллект и усилие. Вот сколько нужно прилагать для того, чтобы денег зарабатывать. Видите пояснение. Наймую работу – самая устаревшая, самая невыгодная система взаимодействия. Начальник хочет, чтобы мы работали больше, но платить нам будет меньше. А мы хотим работать меньше, но получать больше. И у каждого так. У 100% людей, которые работают по найму, такая картина. Хочет работать меньше, заработать больше. С него требуют, чтобы он работал больше, чтобы платили меньше. В итоге получается, что люди работают ровно столько, чтобы не выгнали. А платят столько, чтобы мы не ушли. Понимаете, вот такая простая картина. Интеллект развивается? Никак не развивается. Люди деградируют. Я не знаю людей. Ну, может быть, конечно, если подумать, 2-3 человека наберется. Да, да. Вот начальство ищет все возможности, чтобы не платить. Друзья, и это не очернение. Я сейчас это говорю не потому, что я хочу как-то принизить найму работу. Вот сейчас на вебинаре 26 человек находятся. И многие люди, кто будет смотреть в записи этого вебинара. Если вы не согласны со мной, скажите, пожалуйста, напишите мне в личку. Скажите, мой начальник готов мне платить большие деньги за то, что я буду больше работать. Мой начальник говорит, если ты будешь больше работать, я тебе буду больше платить. Я уверен, что есть такие люди, но таких людей меньше 1%. А 99% вот работают так, как мы сейчас с вами сказали, друзья. И платят точно так же, как мы с вами сказали. Если мы с вами говорим о предпринимательстве, то предприниматель в принципе в зоне комфорта находится. Он для себя создает зону комфорта. Он работает для того, чтобы получить то, чего он никогда не имел. Но и делает то, чего никогда не делал. Понимаете? То есть предпринимателю для того, чтобы получать больше, нужно и работать больше. Ему нужно каждый день из зоны комфорта выходить. Нужно каждый день что-то новое предпринимать. Каждый день бизнес вести, понимаете? А, ну, Жень, мой начальник будет платить больше сам себе начальник. Но мы сейчас говорим как раз вот про тебя. Ты предприниматель. Вот тебе, если ты будешь работать больше. А что значит работать больше? Это значит, что работать больше, чем ты делал вчера. То есть свою зону комфорта расширять. Выходить из зоны комфорта. Делать то, что страшно. Делать то, что может быть не хочется. Но тогда ты будешь больше зарабатывать. Правильно? И вот то же самое, друзья мои, и в БМД-21. Если ты каждый день, если ты каждый день включаешь мозги. Если ты каждый день ищешь возможности, где найти новых людей. Если ты каждый день делаешь больше, для того, чтобы зарабатывать больше. Тогда ты и будешь зарабатывать больше. Интеллект нужен, чтобы понять, где ты находишься. Усилия нужны, чтобы делать шаги. Друзья, вы, я думаю, сами понимаете, что здесь имеется в виду. То есть мозгами, делая бизнес и ведя предпринимательство, нужно понимать, что тебе нужно делать. И делать это для того, чтобы расти и развиваться. Для того, чтобы зарабатывать больше. Это был второй критерий. Третий критерий, друзья мои, это здоровье. Ну, здоровье, это очень важно, это неотъемлемая часть жизни любого человека. И без здоровья, друзья мои, мы с вами нафиг никому не нужны. Давайте будем говорить откровенно и честно. Наймовый работник, человек, который работает по найму. Его работодатель, о нем заботится? Нет, он заботится о том, чтобы самому себе побольше заработать. Соответственно, человек тратит свое здоровье, тратит, 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 тратит свое здоровье для того, чтобы у кого-то стало лучше. Про предпринимателей тут, ребята, вообще говорить даже нечего. То есть, когда ты 25 часов в сутки работаешь, у тебя нет времени отдыхать, болеть, лечиться. Вот просто задумайтесь над фразой «нету времени болеть». Нету времени болеть. У тебя сопли потекли, горло заболело, температура поднялась, я не знаю, да. Не дай бог что-то ты себе сломал. Вот видите, лопата сломанная, да. То есть, ты свой инструмент сломал, и все, ты доход не имеешь, ты начинаешь бедствовать. Это когда ты занимаешься предпринимательством. В БМД-21, друзья, так как это бизнес, да, стоит плюс-минус. Что значит плюс-минус? Это означает, что для того, чтобы вам в бизнесе какое-то время подняться, чтобы в бизнесе научиться разобраться, вам нужно потратить достаточное количество времени. Вам нужно тратить время для того, чтобы изучить этот бизнес. Но, друзья мои, во-первых, у нас конкретно есть продукция Wellness. А Wellness – это инструмент для здоровья. Между прочим, Wellness имеет сертификат «Лучшие БАДы России». А БАДы – биологически активная добавка к пищу – это тот продукт, который помогает людям быть здоровым. Это не лекарство, которое лечит болезни. Здоровье – это не отсутствие болезни. Здоровье – это хорошее самочувствие, хорошая соображалка, это высокий иммунитет, это красивая кожа, это здоровые зубы и так далее. Здоровье – это не отсутствие болезни. Это тогда, когда ты действительно чувствуешь себя хорошо, можешь делать много. Но я думаю, поставьте плюсик, пожалуйста, кто понял, что я имею в виду. Поэтому плюс с минусом в BMW 21 означает, что какое-то время нужно будет потратить, и это время действительно нужно будет отнимать у семьи, у здоровья своего, для того, чтобы в бизнесе разобраться и развиться. Но, во-первых, у нас с вами есть продукты, которые помогают оставаться здоровыми. Во-вторых, мы с вами создаем такую систему, которая через небольшой промежуток времени даст нам возможность работать меньше, а зарабатывать больше, и потратить время для того, чтобы заняться своими здоровьми. Следующий, четвертый критерий – это карьера. Поставьте, пожалуйста, циферку 5, кто себя считает карьеристом. Есть у нас вообще карьеристы на вебинаре? Я честно вам могу сказать, я себя никогда не считал карьеристом, но я знаю, что карьеристы – это очень хорошие люди. Карьеристы – это те люди, которые за свой труд понимают, что они за себя, за свой труд, за свои знания, что они могут получать больше. Это те люди, которые стремятся к тому, чтобы улучшать свое состояние жизненное. Если мы с вами берем наймовую работу, да, в плане карьеры, ну, тут конкретный минус. Практически невозможно подниматься по карьерной лестнице на наймовой работе, потому что от кого зависит ваше продвижение по наймовой работе? Только от вашего вышестоящего. Либо от ваших денег. А если у вас нет денег, фиг вы куда подниметесь. То вам будет помогать тоже только вышестоящих. Те, кто работают по найму, когда им говорят про карьеру, про сетевой бизнес, друзья мои, они примерно отвечают так. MLM – это пирамида лохотрон. Твоя работа совершенно иная. Ты по работе можешь подняться. Но тебе нужно для этого либо кого-то подставить, либо, я не знаю, кому-то что-то поцеловать, кому-то куда-то денег дать, сунуть и так далее, друзья мои. И опять же, я не пытаюсь очернить. Я показываю, что реально так оно и есть. Есть места, где можно подниматься по карьерной лестнице? Есть. Но их очень-очень мизерное количество. И, скорее всего, друзья мои, там уже и так люди постоянно поднимаются. Туда очень трудно попасть. Дальше. В плане карьеры предпринимательства, друзья мои, тоже стоит минус. Почему? Потому что, ну, два вопроса. От кого зависит твое развитие предпринимательства в карьере? Только от тебя. Кто будет помогать? Только ты сам. Смотрите, чувак топор за спину спрятал. В предпринимательстве человек человеку волк. Никто не заинтересован, чтобы вы с вашим бизнесом, с вашим предпринимательством куда-то росли и развивались. Чего-то нового достигали. Потому что, кроме вас, на рынке еще много таких же чуваков, которые делают примерно такой же бизнес, и им не выгодно, чтобы вы развивались. К примеру, у вас своя автомастерская. Либо вы занимаетесь ногтями. Вот чтобы вам развиваться, вам нужно новую клиентскую базу нарабатывать. А чтобы вам новую клиентскую базу нарабатывать, вам нужно у кого-то эту базу клиентскую отобрать. Чтобы вы выросли по карьерной лестнице, чтобы вы развивались. А если вы хотите у кого-то это отобрать, значит, кто-то ее лишится. Понятно? То есть, чтобы вам было лучше, кому-то для этого должно быть хуже. Вот это принцип предпринимательства, друзья мои. Предпринимательство и работа на себя. Когда вы работаете на себя, когда нет у вас системы команды. Если мы говорим про БМД-21, друзья мои. БМД-21 это бизнес, который растет только за счет того, что ты кому-то помогаешь расти. Что ты находишь людей к себе в команду, помогаешь этим людям расти и развиваться. И только за счет этого развиваешься сам. От кого зависит твой рост? От тебя. И от тех людей, кого ты пригласил в этот бизнес. Кто тебе помогает в этом бизнесе? Очень классно, друзья мои. В этом бизнесе тебе помогают те люди, которые уже в этом бизнесе имеют опыт. Те люди, которые в этом бизнесе уже свои шишек нашибали. Которые прошли очень много разных трудностей. Которые могут порекомендовать, подсказать, показать, куда идти. Где взять, куда не ходить. Как сделать, как лучше не делать. Вот смотрите. Карьера, работа по найму и предпринимательству вы видите. То есть, зарабатывают те, кто находится на вершинке пирамиды. И там, и там. БМД-21 бизнес и сетевой бизнес в целом. Это пирамида, по сути, перевернутая. То есть, ты находишься внизу пирамиды. И ты над собой строишь эту большую сеть. И благодаря этой сети, ты начинаешь в итоге зарабатывать деньги. Другие, поставьте плюсики, пожалуйста. Кто сейчас понял, что я имею в виду. Если у меня получилось, понятно это донести. Знаете, еще я забыл в наймовой работе сказать и в предпринимательстве. Кто тебе будет помогать расти в наймовой работе по карьерной лестнице? Никто не заинтересован. Все так же хотят подниматься, как и ты. И там есть конкуренция в наймовой работе. На одно место 10, 20, 30 человек. В предпринимательстве, друзья мои, если ты открываешь свое дело, допустим, опять же, да, там автомастерскую, либо ногтями начинаешь заниматься, парикмахерскую какую-то делаешь. Есть люди, у кого есть опыт. Они готовы этим опытом с тобой бесплатно делиться? Ни за что. Удавиться не будут делиться. Не будут помогать, ни за что. В нашем бизнесе, друзья мои, лучше удавиться, чем молчать. Понимаете, в нашем бизнесе только делясь, только рассказывая, только показывая, помогая людям, делясь с ними опытом, только сам будешь развиваться, и люди твои будут развиваться. По-другому никак. Вот никак по-другому. Это БМД-21. Следующий критерий, собственно, это деньги. О том, о чем мы с вами говорили. Вот смотрите, друзья мои. Начинаем с наймовой работы, да. Если человек получал диплом и за 5 лет отдал за обучение 500 тысяч рублей, по 100 тысяч, да, то получается, ой, сорян, прошу прощения. Вообще смотрите, человек с дипломом, человек с дипломом 5 лет обучался, получал диплом, потом начинает работать, друзья мои, да. Соответственно, 100 тысяч рублей на 5 лет, это у нас получается 500 тысяч. За 5 лет вы потратили... Что я маленько тут недопонимаю. Давайте я своими словами объясню хорошо. Вот смотрите, когда человек по найму работает, когда он получал какой-то диплом, он за этот диплом деньги заплатил по-любому. Пока он диплом получал, он какое-то время терял. Если даже человек за 5 лет, за 5 лет, пока он получал свое образование, по 15 тысяч рублей в месяц он мог получать, то он за 5 лет 900 тысяч рублей просто теряет. Просто теряет, ребят. Человек, соответственно, еще за 5 лет по 100 тысяч рублей в год вложил в обучение, он в итоге еще полмиллиона потерял. Соответственно, вот человек, пока занимается обучением своим, почти полтора миллиона за 5 лет теряет, просто в деньгах. Теперь смотрите, человек с зарплату с дипломом в месяц, имей диплом, зарабатывает 25 тысяч. Вот для всех регионов, которые сейчас у нас на вебинаре представлены, я думаю, неплохая зарплата для региона 25 тысяч, да? Соответственно, зарабатывает 25 тысяч, в месяц чистыми человек получает десятку. Ваш диплом за 11 с лишним лет окупится только при таком вашем доходе. Вот поставьте двоечку, пожалуйста, кто понял, вот что я сейчас сказал. Если не поняли, поставьте минус, я подробнее объясню. То есть, простыми словами объясняю, если потратить на диплом 5 лет, в итоге ваш диплом, при доходе, который вы там через 5 лет будете получать 25 тысяч, ваш диплом окупится за 11 с лишним лет. Вы представляете? 11 с лишним лет. Вот если этими деньгами. Ценность высшего образования сейчас, которая дается в России, она как бы вообще нулевая. Она дает только корочки, и с этими корочками, но еще не везде вас возьмут. Знаете, сейчас как очень часто говорят, да? Себя, вот свои слова вспомните, и вспомните слова родных и близких, которые говорят, учись хорошо, тогда тебя возьмут на хорошую работу. Хороший диплом получишь, возьмут на хорошую работу. Друзья, меньше 5% людей, которые выпускаются из институтов, университетов, получают высшее образование, меньше 5%, 97% людей, друзья мои, 97% людей не идут работать по профессии. И меньше 5%, 3% людей идут работать по своей профессии. Вопрос, диплом этот что-то сейчас дает? Я честно могу сказать, я родителям моим благодарен. Мам, пап, спасибо вам большое за то, что вы дали мне возможность получить высшее образование. Я честно могу сказать, что во время получения высшего образования я для себя первое, что получил, это я не пошел в армию, это благодаря родителям. Во-вторых, я каким-то определенным жизненным опытом, опыт приобрел, ну и научился немножко с людьми общаться. Чуть-чуть. Вот за это я благодарен моим родителям. От того образования, которое я получал в институте, у меня сейчас вот столько осталось. Я историк по образованию, ребят, я ничего почти по истории не знаю. Это никак не мешает мне зарабатывать деньги, кормить семью в бизнесе. Следующий момент, да, по поводу наймовой работы. Ну хорошо, вы пойдете куда-то работать, вы там отучились, да, а вы когда на кого-то отучитесь, вот эти вот корочки, они вам что дадут-то вообще в итоге? А хотите-то вы чего? То есть смотрите, вот есть образование, работа, на которую вы можете пойти после института, а вот то, чего вы хотите. Другие, у меня к каждому из вас задание. Пересмотрите, пожалуйста, а если у кого-то нету, то пропишите, пожалуйста, ваши цели. Что вы хотите? Машина, какая машина, сколько, какое жилье, сколько метров квадратных, как вы хотите отдыхать, где, сколько раз в год, какой доход вы хотите иметь. Вот даже если вот по этим четырем критериям взять, то образование, которое сейчас человек может получить, оно вообще как-то к этим критериям вам может приблизить? Да вряд ли. А если посчитать все свои мечты в деньгах, то это миллионами, десятками миллионов будет исчисляться, а высшее образование вам даст это направление? Нет. Может быть, что есть смысл что-то другое находить? И опять же, я просто, ну, на примерах показываю, понимаете, на примерах. Кого устраивает, пожалуйста, не вопрос, никого не уговаривай. Это просто примеры из реальной жизни. И не хорошо, и не плохо. Устраивает, пожалуйста, нет, значит, есть другой путь. В плане бизнеса, в плане предпринимательства, да, работа на себя. Заработал, вложил, заработал, вложил. Деньги большие. Иногда реально, ребят, предприниматели, которые ведут свое дело, зарабатывают хорошие деньги. 100, 150, 200 тысяч рублей. Но большую часть этих денег они снова берут и вкладывают в бизнес. Берут и вкладывают в бизнес. Без этого, без этого невозможно дальше вести свое предпринимательство. Жень, Хамыженко или Хамыженко, я не знаю, как правильно ударение, извини, пожалуйста. Скажи, пожалуйста, вот примерно в чате напиши, какую часть дохода ты инвестируешь в свой бизнес. Вот реальный пример реального предпринимателя мы сейчас с вами увидим. То есть вот ты сам себе начальник. Охренеть, я в шоке. 90% того, что зарабатывает предприниматель, он потом опять вкладывает в бизнес. Представляете? То есть, если, грубо говоря, человек зарабатывает 100 тысяч в месяц, из этих 100, 90 он должен обратно вернуть в бизнес. Правильно, Женя? Я правильно тебя понял? Оставь плюсик, пожалуйста. Ого. Вот видите, вот она ситуация. Я ничего не приукрашиваю, я ничего не беру из головы. Вот реальный пример реального предпринимателя. Того, что человек работает на себя, там какое-то дело на себя ведет, да? Жень, напиши, пожалуйста, чем занимаешься? Какое у тебя дело? Если не секрет, конечно. 90, блин, процентов денег он вкладывает, да, он поднимает, может быть, больше, чем наймовые работники, но он вкладывает больше, чем многие люди могут себе позволить вложить, понимаете? Если мы с вами говорим про БМД-21, вложения есть? Есть. Художественная ковка, супер, классно. Ниша, ниша классная в плане бизнеса, может быть, ну, скажем так, конкуренция не такая высокая, как в других нишах, но видишь, много вложений есть. Если мы с вами говорим про БМД-21, какие вложения есть в нашем бизнесе? Во-первых, вам нужно 149 рублей заплатить для того, чтобы зарегистрироваться. Ну, вы сами понимаете, да, вот иронию того чувака, который смеется сейчас на слайде. Дальше, друзья мои. Можно вообще эти 149 рублей не платить, если в течение трех дней с момента регистрации вы сделаете заказ, о господи, на 1000 рублей. Дальше, друзья мои. 150 баллов в каталог. Ну, это как бы трудно назвать инвестициями. 150 баллов, ну, давайте мы возьмем больше примерно. 250 баллов. 250 баллов – это 10 тысяч рублей в три недели. В месяц получается 14 тысяч рублей в месяц вложений в бизнес. Если ты все это берешь сам для себя, это вложения. А если ты нашел клиентов, какие это вложения? Понимаете, многие люди почему-то несерьезно относятся к бизнесу, к сетевому, да, потому что они не видят, что в сетевом бизнесе какие-то серьезные вложения. Вот, допустим, я примерно представляю, вот Женя, да, про художественную ковку написал. Нюанс есть в том, что это работа сезонная. То есть, есть сезон, когда вообще нет заказов. А вкладывать также надо в бизнес. Бизнес должен расти и развиваться, и двигаться. Понимаете? То есть, это металл закупать, это там какие-то реагенты закупать, чтобы реакция происходила, да. Дальше инструмент нужно поддерживать, профилактику проводить, помещение оплачивать, работникам работу оплачивать, и откуда-то бабки нужно брать. Понимаете, да? Это бизнес, а он требует вложений круглосуточно, предпринимательства. Наш бизнес с вами, друзья мои, каждый месяц требует вложений. Просто мы эти вложения с вами можем свести к нулю, блин. Когда создали клиентскую базу 20-30 человек. Друзья мои, 20-30 человек клиентской базы, каждые 3 недели, я вам гарантирую, дает вам личный товарооборот 150 баллов и более. Я не знаю ни одного человека, который бы имел клиентскую базу 20-30 человек, и который бы не делал личный оборот 150 баллов. Просто я не знаю, как с ними нужно общаться так, чтобы не делать этот товарооборот. Да, да, друзья, да, для этого нужно, блин, работать. Да, блин, для этого нужно общаться. Для этого нужно каждый день делать звонки, ездить к людям, разговаривать. И даже на телефон, даже на интернет, даже на поездки, на бензин, на автобус нужно находить деньги. Нужно. Но это ни в какое сравнение не идет с тем, что люди вкладывают в традиционное предпринимательство. Считаю, что Женя написал. 3-3 баллов... А, Слава, прошу прощения, Слава, привет. 3-3 баллов мы, кроме того, что у нас почти половина 250 клиентов заказывают, тратить на свое дорогоценное здоровье. Точно? Точно. Просто мы сами на себя эти деньги тратим тоже. Мы себе в семью покупаем wellness. Мы себе в семью покупаем крема, которыми пользуемся каждый день для себя. Мыло, пасты, гели для душа, интимники, wellness. Это мы для себя, чтобы себя лучше чувствовать. Я сейчас никого не уговариваю покупать wellness. Я сейчас никого не уговариваю, там бросите все и заказывайте, друзья. Но это нам надо. Вот я для себя принял решение, что я буду здесь расти. Я для себя принял решение, что это для моего будущего, для моей семьи, этот бизнес. Теперь смотрите. Итог какой получается. Когда ты работаешь по найму, ты живешь для кого? Вот вся твоя жизнь. Твои 8 часов от твоей жизни. Берем только 8 часов, когда ты находишься на работе. 8 часов для кого? Для твоего хозяина, для того, кто тебе платит деньги. И твой хозяин решает, будешь в следующем месяце жить или нет. Он может тебе просто не заплатить. Когда ты ведешь предпринимательство, ты работаешь, да, для своей семьи. Да, ты работаешь для своей семьи. Но какие нюансы, друзья мои? Сколько это стоит? Какой ценой ты эти для своей семьи зарабатываешь денег? Да, то есть ты тратишь 25 часов в сутки. Да, ты головой там развиваешься и так далее. Ты тратишь здоровье. У тебя очень много, просто огромное количество нюансов, которые могут твой бизнес за один день свести в ноль. Банальная ситуация в стране, кризис. Сколько предпринимателей позакрывались из-за того, что кризис в стране произошел? Миллионы. Миллионы людей, друзья мои. Не тысячи, не сотни тысяч. Миллионы людей остались без штанов из-за того, что в России произошел кризис. Постоянно инвестируешь, постоянно в оборот. 90% дохода в оборот. Чтобы тебе в месяц зарабатывать 100 тысяч чистыми, тебе нужно в месяц иметь доход миллион рублей. Вот при той цифре, которую Евгений написал. Чтобы чистыми тебе домой приносить сотку, тебе нужно в месяц зарабатывать миллион. Друзья, чтобы в нашем бизнесе в месяц зарабатывать 100 тысяч, нужно быть сапфирным директором. Старший золотой сапфирный директор. Каждый месяц тебе нужно делать личный товарооборот 10 тысяч рублей. Ты можешь из своего кармана брать эти 10 тысяч рублей и вкладывать в бизнес. Либо ты можешь создать клиентскую базу, которая тебе будет давать этот товарооборот 10 тысяч рублей. Сколько лет нужно для того, чтобы стать старшим золотым сапфирным директором? Есть люди, которые это делают от полгода до года. Полгода, год нужно для того, чтобы выйти на доход 100 тысяч рублей и более. Вот сейчас решать вам, друзья мои. Пока не приобретешь оборудованию такой процент. Жень, я думаю, знаешь, спасибо, что ты это написал. Я думаю, что даже приобретя это оборудование, у тебя на поддержание, на реагенты, на аренду помещений и так далее, и так далее, все равно будет уходить не меньше 50% от того дохода, который ты будешь получать ежемесячно. Плюсом, сейчас пока нету дохода, пока нету дохода какого-то большого, а для того, чтобы подняться, нужно вкладывать, будут долги, кредиты и так далее. И когда ты выйдешь на этот доход, твои деньги будут уходить на долги, на кредиты еще очень-очень продолжительный промежуток времени, если ты будешь продолжать делать этот бизнес. И это касается практически любого предпринимательства. Богатство, друзья мои, помните, я вначале говорил, да, левая сторона квадранта, левая сторона квадранта, это сторона богатых, правая сторона квадранта, это, левая сторона, прошу прощения, это сторона бедных, правая сторона, это сторона богатых. Знаете, в чем разница между бедными и богатыми? Я сейчас в завершении просто это говорю. Разница вот здесь, в голове. Знаете, как это очень просто проверить? Если взять на всей земле все деньги, которые есть на земле, вот все эти миллионы, триллионы денег, и распределить их поровну между каждым человеком на земле, который живет, поровну, каждому поровну, одинаковую сумму, через несколько лет произойдет так, что у кого-то будет больше денег, у кого-то будет меньше денег. Почему? Вопрос. Потому что разница между бедными и богатыми, друзья мои, не в количестве денег. Разница между бедными и богатыми – это образ мышления, это умение сохранять и зарабатывать деньги, это умение мыслить как богатый человек, друзья мои. В бизнесе с БМД-21 вы не только будете зарабатывать деньги, а вы еще будете получать знания, вы еще будете подстраивать мозги свои под то, чтобы становиться действительно истинно богатыми, под то, чтобы уметь как собирать себе деньги. И то, с чего мы с вами начинали, друзья мои, сегодня, да, работа и бизнес. У вас есть вариант. Вы знаете сейчас факты. Вы видите, и вы сталкивались уже много-много лет с тем, что происходит на наймовой работе, и сейчас вы пришли в бизнес. Как быть – выбирать вам. Какую сторону выбрать – выбирать вам. Те, кто смотрит сейчас вебинар, я благодарю вас за внимание, друзья мои. Спасибо. Я надеюсь, был для вас чем-то полезен. И мне очень хотелось бы услышать от вас обратную связь в чатах, увидеть обратную связь в чатах, что вы сегодня для себя увидели полезного. Поставьте, пожалуйста, плюсики в чате, кто даст обратную связь, кто напишет, кто расскажет. Сегодня на вебинаре я вот это, вот это для себя увидел, какие-то моменты очень четко заметил для себя. Кто будет смотреть этот вебинар в записи, я благодарю вас за то, что вы его посмотрели. Пишите ко мне, обращайтесь ко мне лично. Я расскажу вам, как быть в команде BMD21, как в сетевом бизнесе, зарабатывать и быть успешным. Друзья, я благодарю вас за внимание. Я надеюсь, я буду для вас полезен. Меня зовут Александр Лосяков. Развитие вам, роста и увеличение доходов. Работаем, друзья. Спасибо. Всего вам доброго. Работа какая цветом пилюля? Выбираю бизнес. Слав, какая цветом пилюля? Выбирать только тебе. Какая из них работа, какая из них бизнес? Я не знаю, друзья мои. Решите сами. Спасибо за внимание. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова